Спорт должен быть массовым Конкур – это один из самых зрелищных видов конного спорта Название происходит от французского «конкур-эпик», что переводится просто – «конные состязания» Состязания, которые заметно отличаются от бега, прыжков, плавания, фехтования и прочих видов спорта Ведь здесь соревнуются не только люди, но и кони Лошади тоже имеют свое настроение, они не хотят работать просто лучше Надо найти общий язык, это интересно, потому что та же самая лошадь, она будет один день одна, другой день уже другая Это интересно, и, конечно, от нее зависит много Как бы должен дуэт работать на маршруте Считается, что это самый молодой вид конного спорта Хотя в источниках первые прыжки на лошадях через препятствия отмечены уже в 18-19 веках Где именно начали практиковать такую забаву, толком не ясно Одни говорят, что во Франции, другие, что в Бельгии По одной из версий, первый раз соревнования по преодолению препятствий состоялись в 50-х годах позапрошлого века На выставке лошадей во Франции И, естественно, тогда через барьеры на конях скакали только офицеры Военные же внесли и самый значительный вклад в становление конкура Который к началу 20-го столетия стал так популярен, что вошел в программу Олимпийских игр Появление этого вида спорта в те аристократические времена наложило свой отпечаток на экипировку всадников Они непременно должны быть одеты в Редингтон Впервые он появился на Британских островах в 18 веке Как мужской костюм для верховой езды Без него разрешается обходиться только в жаркую погоду Понятное дело, что в наш век эмансипации его носит и представительница прекрасного пола Его, а также все остальные, когда-то сугубо мужские элементы для конного спорта Бриджи, сапоги, шлем, белую рубашку, галстук, шпоры и хлыст по желанию В общем, конкур уже давно перестал быть забавой сугубо мужской Но раз так, то да, вам приходится переносить и все опасности этого непростого вида спорта Однажды была такая история Я заходила на барьер, у меня была кобыла Она не очень иногда отказывалась прыгать Я заходила на барьер, она остановилась Я практически уже упала И так получилось, что усидела в седле в последний момент Она развернулась и прыгнула барьер в обратную сторону Это было очень весело и забавно, смешно Испугалась, что все-таки я сейчас попадет немножко за то, что она сделала Вот, поэтому прыгнула сама в обратную сторону Глядя на изящную Алину, остается только удивляться Что дамы сумели в прямом и переносном смысле слова приручить этот вид спорта Ведь как высота коня в холке, так и препятствия Они могут достигать метра семидесяти Так что от всадника требуется незаурядная физическая подготовка Плюс тонкий расчет, выдержка и просто железные нервы В конце концов, не так-то просто заставить лошадь прыгать через барьер А их может быть от 8 до 16 Причем самых разных видов Поэтому перед началом соревнований Наездники проходят всю дистанцию сами Пешим по конному Ну а затем в ходе соревнований еще раз по той же дистанции Но уже вместе с конем Задача пройти маршрут как можно быстрее И как можно меньше сбив барьеров А лучше вообще ни одного При этом только непосвященному кажется, что лошадь сама знает, когда прыгнуть На самом деле тут многое зависит от всадника Ногами сжимаем лошадь Ну лошади, конечно, уже видят барьер Она понимает, что прыгает Но мы ей помогаем сгруппироваться и совершить этот прыжок Ведь вы же понимаете, что такое крупное животное Ей же надо толкнуться сама по себе с места Она не сможет это сделать Поэтому мы всячески стараемся помочь коню При этом причины невзятия барьера могут быть разными Добавляет Алина Например, всадник совершает ошибку И неудобно лошадь подводит к барьеру И лошадь уже выбирается из того положения Конечно, прыжок получается такой, ну, можно сказать, корявый, да, такое слово Вот И, конечно, это чувствуешь и стараешься исправить это сразу В общем, по словам наездника Александра Белихова Это только так кажется, что ты просто катаешься на лошади Которая всего-то прыгает через барьеры На самом деле все не так Достижение хоть каких-то результатов в конкуре Это тренировки С утра и до вечера И пахать, в прямом смысле слова, в поте лица Должны оба И конь, и всадник Это ежедневная работа Каждый день Во-вторых, лошадь должна быть достаточно талантливой То есть, если лошадь не талантлива То нет смысла с ней работать Или, может быть, у нее есть все физические данные Но она не хочет с тобой сотрудничать Тоже бывает такое У одного с этой лошади не получается У другого получается с одной А бывает, что с одной и той лошадью все и получают завтра вместе? Бывает И очень часто А вы чем это объясняете? У меня же тоже есть настроение Они тоже устают Иногда, наоборот, лишняя энергия Понятное дело, что в первую очередь Сюда идут те, кто либо с детства имеет дело с лошадьми Либо просто очень любит животных Про Алину Борисову можно сказать и так, и так Выпускница театрального института Она признается Что все-таки именно кон и спорт – это ее У меня родители сами очень любят лошади Ну, они спортом не занимались профессионально Но просто любили покататься Поэтому, наверное, и меня тоже с детства приучили к лошадям Литовец Андреус Петровас в детстве занимался разными видами спорта В том числе и короном для этой республики – баскетболом Однако в итоге сделал выбор в пользу конкура Ведь литовские наездники тогда, в начале 80-х, были одними из лучших в СССР В это время у нас был очень популярный конный спорт Потому что литовская сборная тогда в бывшем Советском Союзе была фаворитом в те годы С 83-го по 88-й год они доминировали Как бы это и тоже давало… Было очень много секций по колхозам, по всему И эта массовость была значительно большая И спортшколы были тоже Много детей занималось реальным спортом Про коней тоже можно сказать, что они приходят А точнее их приводят в этот спорт, что называется, в детском возрасте Потихоньку, как и детей в школу отводят Точно так же и лошадей постепенно, поступательно обучают спорту Ну, конечно, есть лошади пригодные для спорта, которым нравится У которых есть физические данные для того, чтобы выступать хорошо Таких лошадей выбирают и уже их начинают их способности развивать Считается, что лучше всего для конного спорта подходят мерины То есть кастрированные кони Поэтому они и самые стабильные Все внимание только на всадника В отличие от кобыл и жеребцов Те нет-нет, да норовят побаловаться Наиболее преуспели в отборе и развитии лошадей, пригодных для конкура В Западной Европе В частности, в Германии Почти все кони на отечественных и не только соревнованиях привезены оттуда Там очень у них серьезный отбор То есть выбирают же ребят, которые подходят Там кто-то для выездки, кто-то для конкура Их отбирают Из лучших отбирают еще самых лучших То есть у них действительно это процесс Они... А чем характеризуется эта порода? Какие должны быть характеристики у коня для того, чтобы они выступать в конкуре? Прыжок, хороший прыжок и, конечно, характер Потому что даже бывают лошади с великолепными физическими данными С просто великолепным прыжком, но характеры не хочет Вот не спортсмен, конь отказывается, например, прыгать Конечно, важно душа и характер А характер у лошадей еще тот В один голос рассказывают спортсмены Наезднику самому нужно обладать очень сильным характером Лошади они тоже наглеют Если ты слишком слабый, потому что они живут в стаде У них тоже отношения выясняются просто Кто неправ, получает И тогда встает на свое место Так что в работе иногда тоже приходится Если видишь, что злобно, не слушай Ты должен принимать какие-то меры Но, конечно, лучше подойти к этому с погладиванием и сахаром Ну а что делать, если, как вы говорите, у коня, но нет настроения? Уперся все? Не, ну, как бы я сейчас по опыту, конечно, на соревнованиях уже нечего делать Приходится прыгать Но дома я просто отпускаю дублеваду погулять Или что, если чувствую Или у меня плохое настроение Это тоже работа не идет То есть выливаешь какое-то зло на лошадь, которое скопилось за день На какие-то проблемы Тогда лучше погонять на корде Или погулять с ними Но они трогать работают Слава Андриуса «поменять лошадей» Может быть, кого-то удивят, но это действительно так Очень многие спортсмены выступают на 2, 5, 6, 7 и даже дюжине лошадей Ведь конь может элементарно получить травму, заболеть Однако возможность менять коней одного за другим на соревнованиях или на тренировке Это все-таки идеал Очень многие, чуть ли не половина спортсменов выступает всего на 2 лошадях И только небольшой процент имеет под рукой целый парк Вот на этой лошади ездит только одна спортсменка Ну и бывает, что иногда садится тренер, чтобы подработать Но это именно конный спорт – это спорт пары То есть нельзя сесть на коня сегодня, завтра поехать скакать Потому что лошадь не знает человека, человек не знает лошадь Это очень действительно тонкая ювелирная работа Это изо дня в день, изо года в год вырабатывается Все спортивные пары – это чаще всего усадник, который сидит на лошади уже по 5-6 лет И скачет по высотам и занимает действительно места И выигрывает не только в России, но и за рубежом Екатерина и ее коллеги – это те люди, без которых проведение соревнований Да и вообще занятия конным спортом едва ли возможны Екатерина – коновод Эту профессию можно сравнить с техниками в авиации Без которых какой бы ни был замечательный пилот, истребитель никуда не полетит Обязанностей у коновода немало Начиная с того, что коня надо знать как облупленного Что он любит, что не любит И то, чтобы подвести его к старту в хорошее настроение, в хорошем состоянии Это как раз и есть задача коновода Проследить, чтобы не болели ноги, не болела спина, не был зажат Опять-таки по еде, по амуниции где-то что-то подобрать Потому что все равно, так или иначе, амуниция меняется, подгоняется И владелец, конечно, тоже все это может делать Но это больше задача коновода, чтобы владелец спокойно сел Спортсмен спокойно сел на лошадь, отпрыгал свой маршрут Потому что у него и так много проблем в голове Отдал лошадь и был спокоен, что лошадь в целости и сохранности дойдет до дома Чтобы конь в целости и сохранности после соревнований дошел до дома А точнее до своей родной конюшни С него в конюшне на соревнованиях надо тут же снять всю сбрую А потом и обязательно помыть Во-первых, легче чистить будет, соответственно Коню легче, потому что дышит кожа Так же, как у человека всегда после спорта моется Еще очень важно, вот в данный момент я его мою тело Еще очень важно после прыжков и так же, как выездки Это охладить сухожилию вот в этих местах Потому что, в принципе, ноги внесут большую нагрузку А охладив холодной водой и пролив таким вот образом Ноги мы предохраняем, остужаем Чтобы конь у нас не заболела, еще много-много лет выступала И желательно, чтобы успешно Поэтому лошадь обязательно после стартов, если есть возможность, помыть Если хорошая погода или если есть в конном кубе солярий Есть специальный солярий для сушки лошадей Где красные лапы стоят И, соответственно, многие любят мыться и любят пить воду, да? Любят? Водными процедурами уход за конем после соревнований не ограничивается Ему обязательно тут же надо обсохнуть Конечно, летом в жару в этом деле поможет и солнце Но в более прохладную погоду лошадей водят в солярий А зачем в солярий вообще конем? Во-первых, если мы стоим зимой в клубе, соответственно, никакого солнца нету Солярий поможет нам высушить лошадь, это раз Во-вторых, после прыжков, выездки, нагрузки на мышцы Солярий помогает расслабить мышцы То есть для человека есть пригревание, да? Есть специальная тоже лампа, согревающая, так и на коне действует солярий То есть это не человеческий солярий Он не загорает при этом Там красные лампы стоят Лошадь и греется, и сушится одновременно После солярий мы можем лошадку зачистить от пота Если мы не замыли ее полностью То есть если вы видели, я замыла лошадь вот так Спину оставила, потому что спину нельзя застудить В солярий, если мы стоим, спина подсохла, как час на солнце Мы зачистили от пота лошадь и поставили чистую домой Война войной, а обед по расписанию В спорте это правило также действует В том числе и для лошадей Которых кормят в определенные часы Три, четыре иной раз пять раз в день И в меню уже давно не только сено, но и другие корма Они есть успокаивающие Потому что лошади бывают очень эмоционально, особенно на соревнованиях Есть энергетические мюсли, когда, ну все-таки лошадь где-то по характеру своему Ну, яленькая, специальность энергетические мюсли, которые придадут ей бодрости Соответственно, есть мюсли для пищеварения Это называется меш, это как кашка, супчик делается То есть кормление лошади, это тоже не просто кинул сено, дал воды Это тоже очень тонкая вещь Для каждой лошади подбирается свой рацион, свои нормы То есть нельзя дать два килограмма этой лошади и два килограмма другой лошади И они все едят по-разному Все едят разное количество, разную еду Бывает такое, что лошадь не ест, мюсли, они есть разных фирм Не ест и все А вот самую обычную кашку или травяную муку будет есть А сколько раз в день надо кормить лошадь? Кормят три или четыре раза в день Соответственно, делятся пайки на разные дозы, нормы Сено желательно, чтобы у лошади было постоянно Попутно коновод он еще и конский парикмахер Который может создать из обычной гривы самые разнообразные прически Тут, впрочем, многое зависит от того, кто ездит на коне Спортсмен или спортсменка Женщины, естественно, чаще просят изобразить что-нибудь эдакое Ну, обычно просят, да, что вот заплети мне так, заплети так Что обычно мужчине, спортсмену все равно, ну, как правило, все равно, как лошадь выглядит там и как заплетена у нее грива Сама Екатерина также имеет своего собственного коня Учитывая, что вообще лошадьми она занимается с девяти лет То становится понятно, что их психологию она знает наизусть Уверена, что лошади могут быть такими же друзьями человека, как и собаки Которых, по мнению Екатерины, кони даже умнее Такое она, например, говорит про этого немецкого Мерина по кличке Кэмэл Ну, вот с этими конями я уже работаю два года Мы друг, и с Алиной, и с этим конем, мы друг друга хорошо знаем Они знают мой голос, они знают голос хозяйки В принципе, они понимают, понимают все Что хотят, когда я ругаюсь, когда они что-то плохо делают То есть они тоже хулиганят Когда с ними шагаем, они могут прикуснуть, поджевать Достаточно просто какого-то окрика, не окрика Лошадь понимает, ставится видом, что она ничего не делала плохого В принципе, говорят, что собаки, собака, близкий друг к человеку Я считаю, конечно, лошадь более сообразительная Потому что они, бывает, такие вещи вытворяют Например? Они умудряются открыть денеки, где человек не всегда может Может зубами дверь на себя открыть Значит, поворачиваемся Они понимают прекрасно, когда человек ругается, когда человек сердится Или когда человек лошадь хвалит Вот такой вот интересный и благородный вид спорта Конечно, во многом элитарный и в нынешние капиталистические времена Не такой доступный, как раньше Вздыхает литовец Андреус Петровас Это все становится коммерческим и детям трудно начать просто Это очень для родителей это дорого По крайней мере, у нас в Литве И в Европе тоже По России, там точно не знаю ситуации Но в Литве это трудно начать Однако при желании к конному спорту Все равно может приобщиться каждый Не обязательно быть профессиональным наездником или коноводом Можно просто хоть иногда ходить в конную школу И может кого-то общение с этими грациозными и умными животными Так затянет, что со временем он согласится со словами Екатерины Лозенковой Я, наверное, скажу, что это моя жизнь Жизнь, не столько работа, сколько именно моя душа Я без них не могу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова